Трагедией закончился театральный сезон. Молодая актриса покончила жизнь самоубийством. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Депутатам предлагают выйти в онлайн. В Казахстане создадут единую электронную базу народных избранников. Идея этого проекта в том, чтобы жители через сайт, через использование информационной технологии могли задавать вопросы депутатам. «Х-фактор» в Караганде. Более 500 талантливых карагандинцев вбудутся на большую сцену. Если честно, уже другие города боятся приглашать участие в проекте «Х-фактор», потому что уже знают, что Караганда – это город настоящих талантов. Трагедия. Закончился театральный сезон в Караганде. В Казахском драматическом театре имени Сейфулина перед началом спектакля свела счеты с жизнью молодая актриса. На зелях Ирыкбаева была обнаружена повешенной в номере гостиницы при театре. Женщину нашли в душевой кабине. Пока на сцене проходило закрытие театрального сезона, в театре работали судмедэксперты и полиция. О суициде стало известно за несколько минут до начала спектакля, когда зрители уже собрались на представление, которое было решено не отменять. У нас билеты распроданы. Перед зрителями как мы отменять сегодняшний день были законы. Народ-то ни о чем не знает. Артисты всегда любят профессии, обязывают работать. Погибшая актриса считалась второй примой Карагандинского Каздрамтеатра. В финальной постановке сезона на зелях Ирыкбаева задействована не была. Что побудило актрису покончить с собой, будет выяснять полиция. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. За получение взятки был задержан заместитель начальника областного центра обслуживания населения. Чиновник вымогал деньги с директора одной из охранных фирм. Об этом сегодня сообщили финполиции. На, посчитай. 400. Сколько? Должно быть. 400 тысяч. Фамилию госслужащего не называют. Заместителя начальника областного цона задержались по личным. Через посредника ему были переданы 400 тысяч тенге. Установлено, что он вымогал 10% в виде отката от суммы 4 миллиона тенге с директора охранного агентства за услугу. Чиновник обещал подписать акт выполненных работ по охране здания цона, который фактически уже был подписан первым руководителем учреждения. Возбуждено уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту мошенничества. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело готовится для направления в суд. Депутатам предлагает онлайн объединиться. В Казахстане создадут единую электронную базу народных избранников. Депутатам Маслихатов предложено использовать возможность интернета для прямого общения с избирателями. О новых формах обратной связи расскажет наш корреспондент. Идея этого проекта в том, чтобы жители через сайт могли задавать вопросы депутатам. Надежда Сафонова – гостья из Усть-Каменогорска. В Карагандинском Маслихате директор Центра развития местного самоуправления рассказывает о новом проекте, который на днях стартует по всему Казахстану. Общественники создали единый сайт для Маслихатов с данными всех городских депутатов страны. Сюда граждане смогут писать, рассказывать о проблемах и получать информацию. По мнению Надежды Сафонова, решать вопросы избирателей в сети гораздо эффективнее, а главное – в ногу со временем. Для граждан это выгодно тем, что не нужно ходить искать своего депутата. Можно зайти на страницу, посмотреть по комиссии, либо по своему округу, задать депутатам вопрос. На сайте будет информация вся о депутатах и о кругах представлена, конечно. Для депутатов это существенная экономия времени. Почему? Потому что не нужно будет каждый раз отвлекаться, чтобы пришел человек, рассказал о своей проблеме. Иногда это действительно очень много времени занимает. В оживленную дискуссию вступили депутаты. По их мнению, проект далеко не ноу-хау. К примеру, карагандинский маслехат уже существует в нескольких социальных сетях. Обратная связь с избирателями давно налажена. К тому же, такой способ общения может оказаться недоступным для некоторых граждан. А это очень важно для депутатского корпуса. Согласитесь, не у каждого пенсионера есть хотя бы компьютер. Что уж говорить об интернете. Имеются и другие нюансы в онлайн-общении с избирателями. Депутатский запрос 30 дней. 30 дней. Это понятно. Ко мне приходят, как мне, понимаете? Потом встанутся к нему, когда придет тоже. Понимаете, это же время. Это месяца два. То есть, у нас получается разрыв. Понимаете? По времени. А когда работаешь в интернете, обязательно ты должен сразу, как ты сказал, через 3-5 дней ответ получать. Люди так хотят. Понимаете? А не так через 2 месяца или через 3 месяца получать. Да и решение вопросов избирателей зависит далеко не от всемирной паутины, а от действий самого депутата. В Карагандинском маслехате уверяют, что ни одно обращение от граждан, что в онлайн-сети, что приличная встреча не была проигнорирована. Между тем, горожане предлагают свои методы обращения к депутатам. Так, по их мнению, вопросы будут решаться однозначно. Все-таки, наверное, СМИ наиболее надеемся. Дать вам интервью какое-нибудь, что я бы все равно. Ну, выйти на площадь с транспарантами и призвать власти к тому, чтобы решить проблемы горожан. Пойти туда, к депутату отнести письмо. Можно телеграмму послать или письмо. Но то и почта. Что сказать нельзя, то в письме пишут. Тем временем от инициативы общественников карагандинские депутаты не отказываются и готовы предоставить всю информацию для нового сайта. Народные избранники согласны сотрудничать, если это действительно принесет положительные результаты и поможет решать проблемы избирателей. Ирина Камышова, Тулегин Рашитов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Привемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Далее все самое интересное. Девятое. Международная выставка технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр. Майнинвик, Казахстан, 2013. С 26 по 28 июня. Караганда. Стадион «Шахтер». Телефон плюс 7-727-250-1999. Иссыкуль. Райские отдыхы доступны каждому. Великолепное горное озеро, песчаный пляж, чистейшая вода, горы, аромат зелени, благоухание цветов. Благоприятные условия для отдыха и лечения. Отдых вместе с Карлыгаш. 42-42-15, 42-42-21. Впервые в Карагандинской области чествовали всех обладателей Алтенбельгы этого года в историко-культурном центре первого президента Республики Казахстан. Из почти 5,5 тысяч выпускников только 74 удостоились аттестата со знаком высшего отличия в учебе. С волнением и тревогой следят за происходящим в зале выпускники и их родители. Сегодня подводится итоговая черта их 11-летнему пребыванию в школе. Они самые достойные. Вы сегодня гордость нашей области, молодые представители интеллектуальной элиты. На вас всех, перспективных молодых людей, мы возлагаем большие-большие надежды. Уверен, что пройдет совсем немного времени, и вы внесете свой достойный вклад в развитие нашей страны. Ауа Махметова из школы Муракер среди лучших стала самой лучшей. Набрала по итогам ЕНТ самый высокий балл в области – 123. Правительство уделяет очень большое внимание модернизации учебного процесса. Будущее нации за высоко образованными, интеллектуально развитыми людьми. Талантливых и способных сегодня начинают выдвигать. К их идеям, направленных на позитивные изменения, прислушиваются и притворяют в жизнь. Начинается время деятельного и востребованного человека. Сегодня создана уникальная система обучения особо одаренных детей. Только в нашей области работает 7 школ-интернатов, более 40 гимназий и лицеев. В этом году открыта Назарбаев школа в Караганде. Сегодня по техническому оснащению карагандинские школы выше среднереспубликанского показателя. Все это позволяет добиваться высоких результатов. В этом году учащиеся школы области завоевали 42 медали на международных и республиканских олимпиадах и конкурсах. Эти достижения – заслуга учителей и родителей тоже. Очень важно, чтобы этот выбор был правильным, чтобы вы стали востребованными, конкурентоспособными профессионалами своего дела и несли, не убежден, внесете достойный вклад в процветание нашего Казахстана. Первая ступень во взрослую жизнь преодолена. Мечтам и желаниям суждено сбыться, если приложить собственные усилия и знания, полученные в школе. Сегодня я получила бомбу настроения. Было очень, очень даже, не могу даже словами выразить, даже слеза мне, не знаю даже, очень, очень классно было. Хотела стать актрисой, потом подумала и посмотрела на мир. Экология. Я хочу стать экологом Казахстана. Первый серьезный задел в будущую жизнь сделан. Дорога под ногами в добрый путь. Сергей Высокосов, Марат Кулкенов, Первый Карагандинский. 60 лет КарГТУ. В Карагандинском государственном техническом университете состоялась международная научно-практическая конференция с участием более 150 ученых и специалистов, ведущих ученых центров и университетов 24 стран мира. Все подробности в следующем сюжете. Феномен социально-экономического реформирования в Казахстане привлекает внимание не только политиков и бизнесменов, но и ученых. Задача перед учебными заведениями всех уровней стоит сложная. Не просто повысить качество обучения, но и выпускать высококлассных востребованных специалистов. Это необходимо, чтобы завоевать доверие в мировом сообществе и войти в тридцатку развитых стран мира. Именно потому на конференцию прибыл министр образования и науки Республики Казахстан, государственные и общественные деятели страны и области. Участники Международной научно-практической конференции возложили цветы к памятнику академику Сагинову, чье имя носит Карагандинский государственный технический университет. За 60 лет открыт Казахстанский, впервые Казахстанский институт сварки. 4 центра рабочих профессий. Мы дуальное образование уже внедрили в 2018 году, когда был создан корпоративный университет. В настоящее время сейчас в составе корпоративного университета входит 86 городообразующих и крупных промышленных предприятий города Караганды, а также Карагандинской области и всего Казахстана. В рамках конференции будет проведен ряд мероприятий под общим названием «Круглый стол» и панельной секции по 14 инновационным направлениям зеленой экономики и проведения Экспо-2017. В рамках международного проекта «Синергия» будет проведен видеосеминар с техническими вузами России и Украины. Состоится открытие представительства международных ИТ-компаний и новых именных аудиторий. Участники международной конференции будут выезжать на предприятия, обсуждать инновационные проекты. Программа обширна и насыщена до предела, а надо уложиться в два дня. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Икс-фактор в Караганде. Около 500 карагандинцев решили попробовать свои силы и возможности в первом туре популярного шоу. Кто из карагандинцев получил шанс поехать в Алматы и прославиться, узнавала Амина Смакова. Икс-фактор в Караганде! Зволнованные карагандинцы больше часа стояли в ожидании выступлений. Нервы на пределе у потенциальных звезд эстрада и у их болельщиков. С двумя песнями в репертуаре, музыкальными инструментами и прочими аксессуарами. Каждый участник готов на все, чтобы покорить строгое жюри конкурса. На первом отборочном туре конкурсанты должны показать все свои способности. Лучше ждет приглашение на кастинг в Алматы. Ведущий проект Арнур Истыбаев провел не один сезон «Х-фактора». Шоумен считает, что Караганда составляет серьезную конкуренцию другим городам Казахстана. Шахтерский регион подарил проекту двух звезд. Всем известны имена Евгении Барышева и Андрея Тихонова. Караганда – талантливый город. Два года подряд этот город нам подарил двоих победителей. Это Андрей Тихонова и Евгению Барышеву. Поэтому, если честно, уже другие города боятся принимать участие в проекте «Х-фактор», потому что уже знают, что Караганда – это город настоящих талантов. Каждый участник считает, что способен покорить проект «Х-фактор». Победить хотят любой ценой. «Х-фактор» – это шанс добиться чего-то лучшего для меня в моей жизни, что-то изменить. Чувство даже не описать, как бы я… Ну, что-то внутри такое, прям, не знаю, бунтующее во мне, но в то же время как-то немножко и боязно, конечно. Анкета заполнена, номер участника выдан, песни исполнены. После окончания первого тура в Караганде Звонованные конкурсанты будут ждать звонка. Попадет ли кто из них в Алматы, решится совсем скоро. Амина Смакова, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Центральном отделе полиции Управления внутренних дел города Караганды накануне профессионального праздника состоялось не совсем обычное построение. На него были приглашены родные и близкие сотрудников полиции. Зачем? Об этом в сюжете Сергея Высокосова. На плацу, где ежедневно проходит развод патрулей, сегодня многолюдно. Гражданские не по правилам расхаживают и рассаживаются на вынесенные стулья. Им сегодня это можно. Родители, жены, дети пришли на торжественное построение по случаю празднования Дня казахстанской полиции, который не за горами. Для них организована мини-выставка оружия и техники. Все можно потрогать и проконсультироваться у специалистов. Но, честно говоря, пришли сюда не на пулеметы любоваться, а на своих родных и любимых мужей, отцов, матерей, которые выбрали не самую легкую службу на свете. Отличившимся сотрудникам вручили грамоты департамента внутренних дел Караганды. Вроде ничего сложного. Сделал несколько шагов, получил грамоту, отчеканил общепризнанный ответ и все. Нет. Волнуются так, как будто сдают квалификационный экзамен. Не мудрено, столько глаз смотрят. Лучше на строевой смотр лишний раз выйти. Не часто выпадают минуты, когда полицейского хвалят за работу. Обычно требуют. Но сегодня особый день. Пришло время проводить на заслуженный отдых своих товарищей. У них за плечами немало случаев, когда приходилось и жизнью рисковать. Надо поздравить 60-летним юбилеем коллегу. Вроде вчера вместе выходили патрулировать, а уже столько лет прошло. Жизнь и служба – разные вещи. Время течет по-другому. Хочу пожелать им только, как говорится, работы для народа, помогать, раскрывать побольше преступлений. Ну и, конечно, общение, вложение к старшим, чтобы они побольше получали звезд. Для гостей своих коллег спецназ провел показательные выступления. Праздник у полицейских тоже с элементами обучения. Рад, так как у меня еще семья вся, сотрудники полиции, супруга моя, работают тоже в органах внутренних дел. Праздничные мероприятия короткие. Скоро на плацу станут патрульные и получат новый приказ выступать на патрулирование города. Как всегда. Сергей Высокосов, Марат Куртенов, Первый Карагодинский. Телефонному терроризму конец. В январе прошлого года за заведомо ложное сообщение об акте терроризма ужесточили наказание. Причиной внесения изменений в Уголовный кодекс стало увеличение фактов ложных сообщений о терактах. За последние пять месяцев за подобные преступления привлечены к уголовной ответственности шесть телефонных террористов. Лжи террористов ждет не только до шести лет лишения свободы, но и материальная ответственность. С них в обязательном порядке взыскиваются расходы, затраченные специальными службами, на заведомо ложный вызов, а также убытки, понесенные собственниками и посетителями объектов, которые якобы заминировали. К слову, если ложный вызов поступил от несовершеннолетнего ребенка, ответственность понесут его родители. Хотелось бы граждан предостеречься от данных ошибок, звонить в органы уголовного преследования, то есть по телефону 102 и говорить о данных фактах. О новостях спорта расскажет Берик Апаров, он уже в студии. Берик, здравствуй. Здравствуй, Ирина. Очередная победа шахтеров в Кубке Казахстана. Об этом и другом через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Alugal. В Москве в пресс-центре Крокус-Сити состоялась церемония взвешивания престижного турнира «Битва под Москвой-12». В турнире участвуют два казахстанских бойца ММА – Ермек Тлавов и Аслан Токторбаев, соперник которого набрал два лишних килограмма и был отправлен сгонять вес. Караганинский шахтер в рамках четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу на выезде обыграл Астану со счетом 2-1. Голами отметились Игорь Зинькович и Дауренбек Тажимбетов. Хозяева ответили лишь точным ударом Филиппа Ивановский. Матч начался с обоюдоострых атак. И в одной из них защитники Астаны нарушили правила в своей штрафной, за что главный судья сразу же указал на точку. К мячу подошел Игорь Зинькович и отметился дебютным голом за новую команду. Во втором тайме в одной из атак Астаны Филипп Ивановский сумел сравнять счет в матче. Но победа досталась все-таки Горнякам. Дауренбек Тажимбетов вовремя подключился к размашистой атаке карагандинцев и преобразовал передачу в гол. Хорошо нам удалось забить вот этот гол, второй, красивый. И за счет этого победить больше везения было на нашей стороне. Также на пресс-конференции Виктор Кумуков отметил, что победа в Кубке станет одной из основных задач в этом сезоне. Может быть, нам стоит как-то по-другому немножко расставить приоритеты в этом году. И во внутреннем первенстве и Кубке приоритетом сделать победу в Кубке, может быть. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берек. Наш выпуск подходит к концу. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау, Голландзар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова